Приветствую всех, кто интересуется гитарой. Меня зовут Евгений, я преподаватель музыкальной школы Виртуозы в Новосибирске. И сегодня я расскажу вам о том, как правильно играть арпеджио. В игре арпеджио существует несколько правил, соблюдая которые вы можете быть уверены, что играть вам будет удобно, а звучать все будет очень красиво. Первое и самое главное правило это постановка правой руки. В постановке правой руки нужно добиться расслабленности и легкости. Предплечье правой руки должно облокачиваться на самую широкую часть гитары и спокойно на нем лежать. Никакого напряжения, начиная от плеча, предплечья и в кисти быть не должно. Пальцы правой руки мы ставим таким образом. Большой палец на шестую струну, указательный на третью, средний на вторую и безымянно на первую. Это изначальная постановка правой руки, от которой мы будем отталкиваться. И для начала нужно научиться правильному, четкому звукоизвлечению. Звукоизвлечение происходит таким образом. Большой палец у нас играет с опорой на струну. Я советую каждое движение для начала закрепить и повторить несколько раз. Указательный палец, так же как средний и безымянный, совершает движение в другом направлении. Они движутся по направлению к шестой струне и играют без опоры на струну. Так же мы тренируем каждый палец по отдельности. Движение нужно совершать не торопясь. Желательно делать это ритмично. И прорабатывать каждый палец по отдельности. Конечно, пока это еще не арпеджио, но это залог красивого гитарного звука. Следующим шагом будет соединение этих движений в последовательность. Самый простой вариант арпеджио, который мы рассмотрим, будет выглядеть вот так. Здесь используется последовательность большого, указательного, среднего и безымянного пальца, которая затем повторяется. Эту последовательность нужно отрабатывать сначала с возвратом каждого пальца на струну. И уже после того, как это у вас получится, возможно, пройдет несколько дней упорных тренировок, следующим шагом уже будет окончательный вариант, где каждый палец переходит от одного к другому плавно, то есть с подготовкой. Хочу показать это более подробно. После большого пальца мы будем ставить указательный, после указательного средний, после среднего безымянный палец. То есть на струне находится, кроме большого, всегда только один палец. Можете посмотреть. Каждый следующий палец становится на струну после только что сыгравшего. Притом делает это сразу же. В дальнейшем вы можете усложнять эти комбинации, переходить к более сложным видам арпеджио. Но главное помните о звукоизвлечении и расслабленной постановке правой руки. И все у вас получится. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...